Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях поэт, член Союза Писателей России, член Литературного Объединения Звенигорье Ангелина Васильевна Шендрикова. Здравствуйте, Ангелина Васильевна! Здравствуйте! Очень бы хотелось, чтобы нашу программу мы сегодня открыли вашими стихами. Жизнь неплоха, нехороша, по мере, как ты представляешь, что в ней нашла твоя душа и как ты жизнь воспринимаешь. Тебя чарует солнце луч, весны цветение умиляет, не носит небо грозных туч, душа в блаженстве пребывает. Но видишь сам, как мир кипуч, как место в нем приобретают, не избежать житейских круч, и благодушье в сердце тает. Ты молча выдохни спокойно и молви внятно и достойно. Горись в пламенном огне, все будет так, как нужно мне. И вот моя трактовка этого понятия, мое стихотворение. Как я отношусь к жизни? Словно утлая лодка в море жизни плыву, но судьбой некроткой я неслабой слыву. Я прошла сквозь печали, испытаний печать, если сердце кричало, заставляла молчать. Я тонула в безмолвье, да и ныне тону, но искала я в слове только мудрость одну. Никого не обидеть и душою принять, в свое счастье увидеть и его удержать. И тебя принимаю, многоцветная жизнь, и себе повторяю, не грусти, улыбнись. И проси, что бывало непреклонно в судьбе, но сама выбирала я дорогу себе. Я с грядущим лояльна, все, что надо, вершись. Если я ненормальна, извини меня, жизнь. Спасибо, Ангелина Васильевна. Как так получилось, что вы стали писать? С чего все началось? С чего началась ваша история? Вы знаете, потребность писать настоятельно у меня появилась только после того, как я закончила свою трудовую жизнь. Хотя, обучаясь в учебных заведениях, я писала стихи, но не считала это серьезным делом. Мне казалось, что серьезное дело – это работа по профилю, по образованию. Ну, получается, вы вышли на заслуженный отдых и сразу взяли ручку, тетрадь, блокнот, или все-таки нет? Или было какое-то событие, или череда событий, которые подтолкнули вас к тому, чтобы писать стихи? Нет, вы знаете, оставшись без работы наедине, как-то осмысливая долгую жизнь, полную впечатлений. Ведь в жизни очень много событий, дел, образов, мыслей. И вот когда оказалось много времени свободного запаса, захотелось все это осмыслить. И все это не просто осмыслить, а как-то оформить в строчки. И вот... То есть захотелось именно приложить весь накопленный опыт на бумагу. Да. Ну, по сути. Я доверяю душу строчкам, я облякаю слово-мысль, и прежде чем поставить точку, понять пытаюсь в жизни смысл. И как не в них своих открытий пишу нехитрые стихи, очереде земных событий, а буря жизненных стихий, что волновало в мире этом, что безвозвратно унеслось, что озарило душу светом, в стихах нечаянных слилось. Ангелина Васильевна, здесь у нас представлены две книги, когда они вышли в свет, как они называются. И все-таки вот кто явился катализатором того, чтобы вы не просто писали свои стихи, складывали их в стол, читали своим близким, а все-таки вышли на широкую публику и попробовали даже напечатать свои творения. Я писала и никому стихи не показывала. Поводом для обнародования моих стихов явился юбилей 60 лет победы Великой Отечественной войны. И тогда я предложила культурно-досуговому центру село Иршовскому, где я проживаю. Употребить мои стихи, если они будут пригодны. Предложила стихотворение фронт на Иршовской земле, село Иршова. Ну и вот по моим стихам издан был буклет. Вот этот. Село Российское Иршово, земли Московской уголок, ты созидание большого и самобытности исток. Прочитайте стихотворение фронт на Иршовской земле. Земля подмосковная, родина кровная, российская столица заслон. Сражениями мечена, но гордая вечно к врагу ты не шла на поклон. Мы доблестью связаны, жизнью обязаны запомнить тот год навсегда, когда в 41-м суровом и нервном пришла к нам большая беда. Враг рвался к столице, сминая границы, сжимая кольцо с каждым днем. Деревни и села в пути невеселым сжигал беспощадным огнем. Горело Коралово от натиска шалого, Насоново было в огне, Ершово и Скоково. Фронт рядом, он около. Но множился праведный гнев. Здесь наши дивизии в батальной коллизии не дали фашисту пройти. 144-я атакою твердую врагу перекрыла пути. Вставали дивизии, сливались и близились. Теснились рукав к рукаву. В Ершове, в Супоневе. Фашисты уж поняли, что нет им дороги в Москву. Уж армия пятая, волеобъятая, пошла в наступление. Вперед! Узнала немецчина, что спесь опрометчива, что дан отворот поворот. В атаках ракетных, упорных, победных, вскипал русской силы запал. И дрогнул захватчик в сражениях горячих. И фронт от Москвы отступал до славной победы. Далек и неведом еще не наметился срок. Но вера крепчала в победу начало. Фашистская армия здесь получала свой горький, печальный урок. Что вы почувствовали, когда услышали эти строки со сцены Ершовского Дома культуры? Ну, стала чувствовать какую-то свою значимость. Тем более, что после окончания этого мероприятия торжественного ко мне подошла заведующая клубом и сказала, пишите стихи дальше и обратитесь к нашему библиотечному работнику Светлане Леонидовне Поповой. Почитайте, я ищу. Я так и сделала. Подошла. Вот эта книжка у меня издана ими по инициативе Ершовского культурно-досугового центра и оплачена ими. У меня здесь стихи уже разных тем. И здесь боевая слава, военно-патриотическая слава. Вот здесь стихи о малой родине, личная лирика моя. Короче говоря, вот эта книжка у меня разошлась сразу во время презентации. Презентация проходила в Ершовском культурно-досуговом в 2014 году. Шесть лет назад вышел первый сборник ваших стихов. Ангелина Васильевна, но тем не менее вы находились на заслуженном отдыхе. Как вообще семья относилась к такому увлечению, поддерживала? Они являются первыми вашими слушателями. Как вот складываются с ними? Вы знаете, вот этот вопрос у меня разрешился очень благополучно. Семья у меня очень положительно относится к тому, что я пишу. Они мне как-то помогают, сопутствуют мне. Вот видите, дочка приехала со мной. Муж также относится хорошо к этому. Они поддерживают вас? Терпимо поддерживают меня, да. Мотивируют, чтобы вы дальше писали? Создают вам для этого все условия? Ну, во всяком случае, не возражают никогда. И никогда нет вопросов. Если я работаю, то меня не отвлекают от этой работы. Как рождаются ваши стихи? Как к вам приходит иммун за какое время суток? Вы знаете, как стихи рождаются? У меня стихотворения все многотемные. Я не увлекаюсь какой-то одной темой, скажем, какой-то личной лирики. Или, скажем, люди пишут только о природе. Или только героическую какую-то лирику. Что я слышу, что я вижу, я стараюсь отразить это в стихах. У меня и героического плана есть, и военно-патриотического плана. И также продолжаю писать личные стихи, лирические. О малой родине стихи есть. Вот, например, сколько? Три года назад скоро будет, как я услышала по телевидению, о гибели летчика, интернационалиста, майора Романа Филиппова. Вот, никак не могла удержаться, чтобы не написать стихотворение. Потому что у меня муж военный, служил в 03-м отделе, в спецотделе. И вот эта интернациональная служба мне очень близка. Я до сих пор поддерживаю с бывшим отделом, сейчас он уже не существует, эту связь. Стараюсь присутствовать у них на встречах, писать им стихи. Ну вот, стихотворение памяти летчика-интернационалиста Майора Филиппова я бы хотела вам прочитать. С удовольствием. Не над родной долиной, а над чужой землей Раненая машина Вниз понеслась стрелой. Воля в комок сжалась, Замерло сердцебиение, Только осталось малость Быстро принять решение. Нету секунд для раздумья, Миг у последней черты Разуму или безумью Здесь подчиняешься ты. Только не слабость, Не всклипы, Помощи нет. Кругом ты, майор Филиппов, Наедине с врагом. Выход! Ведь есть же выход! Смерть уж смеется в лицо. И неестественно лихо Выстроил фатум кольцо. Не помогла катапульта, И пистолет не гош. В деле военного культа Каждый снаряд хорош. Вот уж в руках граната, Взрыв обратишь ты к себе. Этим решением надо Точку поставить в борьбе. Всполохи мыслей, Воронеж, Лиц родных, Друзей. Часть ты свою не уронишь, Ради России всей. Вспыхнула ярко и остро Доблести трасса ракетная. Подвиг – это геройство, Подвиг – это трагедия. Замечательные стихи. Сейчас я знаю, Что вы работаете над третьим сборником. Так, ну вот вы спросили меня, Как рождаются темы, И как вы пишете стихи. Так, у пишущего человека, Как сказал Руслан Гамзатов, Мысли всегда спорят. Спорят на каждой странице, В каждой строке, За каждое слово. И это действительно так. Как для того, Чтобы найти нужное слово, Как говорил Маяковский, Надо прилопатить тонны словесной руды, Для одного нужного слова. Вот. А еще стихи могут рождаться Или от доброй улыбки, От событий, которые вызывают добрую улыбку, Или от событий, которые вызывают горькую слезу. Ну и еще градации между этими понятиями. То же самое могут рождать стихи. Иногда мысли по наитию, Все, что прожито долгой жизнью, Все, что теперь хочется Оо всем рассказать, Все это дает тему для размышления И для стихов. Сейчас вы являетесь Участником литературного объединения Звенигорье. Вот расскажите о вашем сообществе Поэтов, писателей. Насколько действительно Вот эти встречи, Работа с Георгием Петровичем, С вашими коллегами, Поэтами, писателями, Плодотворно И действительно тоже помогает вам Дальше идти вперед, писать. Это очень поддерживает. Вот то, что у нас Георгий Петрович Стал руководителем, Чувствуется в нем Какой-то вот хозяин своего дела. Мудрый. Он знает всех, Все индивидуальности Каждого пишущего, Члена нашего литературного объединения. Старается способствовать. Слабым помогает, Направляет, исправляет. Вот это вот Надо отдать ему должное, Что он в такие годы Находит в себе силы, Чтобы нас всех Охватить своим вниманием. И мы только желаем ему Долгих лет жизни И творческого успеха. Между поэтами, Есть ли у вас соперничество? Или вы все-таки Большая дружная команда? Вот, пожалуй, второе. Второй вариант. Мы дружная команда. Никто никому не завидует. Никто никого Не пытается как-то Хотя бы словесно унизить Или раскритиковать Разгромно. Нет. Мы все помогаем друг другу. Вот лично ко мне обращаются Ребята, Которые словы в грамматике. Так что... Вы отвечаете В литературном объединении. Я не отвечаю. Я просто По собственному желанию. Им просто Или предлагаю, Или они привозят Мне на помощь. И я корректирую. Ангелина Васильевна, Ну вот сейчас Ваша жизнь Она стала более интересной, Более динамичной. Конечно. Как бы вы описали Вот этот период После выхода На заслуженный отдых? А вы знаете, Я не замечаю Своей старости. Я как-то Нашла какой-то Новый социум, В котором я Ну как сказать, Варюсь что ли, Не очень удобное слово. Но во всяком случае Пребываю в этом Формате. Вот. И мне интереснее жить С поэзией, Чем без нее. Что вам помогает Идти вот вперед Мне опускать руки Всегда с высоко поднятой головой? Не бояться? Ну, вы знаете, Уже времени Достаточно прошло. И я как бы Сейчас себя чувствую Уже даже отчасти ветераном. Может, это И не совсем верно. Выйдя на пенсию Еще почувствовать себя ветераном В какой-то области. Но смелее идешь уже. Я обложилась. Всевозможными справочниками, Всевозможными энциклопедиями. Вот. Даже словарем атеиста. У меня словарей, наверное, До десятка всяческих. И орфографических, И иностранных слов, И музыкальная энциклопедия, Музыкальный словарь, Словарь Ожегова, Словарь Даля. Все это помогает в работе? Все это, конечно. Безусловно. Обращаешься к этому без конца. Ангелина Васильевна, Какое у вас самое любимое стихотворение? Есть? Вот что-то такое? А вот, вы знаете, Очень трудно сказать, Назвать любимое стихотворение. Потому что, ну, как-то вот К своим стихам относятся, Как к детям. И если чувствуешь, Что это стихотворение слабовато, Откладываешь его, Пускай и кляжится. Я, возможно, к нему вернусь. И когда действительно Я потом нахожу его, А ведь стоящая мысль, Следует ее разработать. И как-то бывает так, Что оно у меня Увидит мою тетрадь. Честовую. Мы с вами познакомились На презентации Второго альманаха Литературного объединения Звенигорье, Где вы тоже читали Свои стихи И были награждены Медалью Бунина. Вот расскажите о ней. Вы сегодня пришли Вместе с ней. Да. Насколько вам было Приятно получить эту награду? И насколько она Действительно для вас значима? Вы знаете, Ну, это вопрос честолюбия, Но тем не менее, Все-таки, да, Это было очень приятно. Пытаются как-то Каким-то образом Прописать Классической литературе Мои стихи, То это для меня Высокая оценка. Высокая оценка, да. Но, с другой стороны, Это ведь высокая планка, Значит, нужно работать Еще больше, Значит, нужно Стараться и дальше Удивлять В первую очередь Своих, конечно же, читателей. О чем будет Ваша третья книга? Третья книга? Вот она уже собрана у меня. Это Будет состоять книга Из двух разделов Озарение Это Литературные образы Чехова, Пушкина, Любовь Орлова Будет у меня здесь Дальше стихи, Опять же, Лирического плана Вот Может быть, Мы можем сегодня Что-то прочесть Из будущего сборника? Можно И 33 закона жизни Не писанных законов жизни Которые нигде Как-то не оформлены Но они в жизни присутствуют И мы, проживая их, Не замечаем, Что это, в общем-то, Закон жизни Автором этих Законов Является Ирина Штернберг Дипломированный психолог Когда я познакомилась С ними, думаю Все эти законы Можно Апоэтизировать И не только Апоэтизировать Дать поэтическую оценку Но и написать к ним Подходящее стихотворение В том или другом направлении Ну вот, например Закон стоимости жизни Послушай пульс Своих возможностей Люби людей Но не взахлеб Не навлекай Излишних сложностей Чтоб от проблем Не хмурить лоб Всех обогреть любовью Искренне Не удается никому Сгоришь В затее Этой выспринней С огромной ставкой На кону Споконный ков В миру так водится Незавершенный человек И потому ему приходится Сердечно Умерять разбег Почувствуй Собственную стоимость Себе не завышая бал Чтоб соответствие Устроилось Следи Чтоб сам не выгорал Будь ты хоть странником Хоть гением Себя прославившим Вовек Но данным Свыше проведением Ты на земле Лишь человек И к нему Стихотворение мое Жизнь прожить Не поле перейти Такая трактовка Мне говорят Я своенравна Бескомпромиссна И горда Возможно Есть кусочек Правды Ко мне доходит Там олва А кто шагал Моей дорогой Кто нес Рюкзак Что я ренесла Кто осудить Готов так строго Тому Рюкзак Свой отдала Нельзя вернуться Нам в былое Сменить Однажды взятый Старт Считать Прожитое Виною В словесный Обратя Азарт Нельзя вернуть Свою гордыню Чтоб боль И шишки И шишки набивать Не все Понятия Как твердыню И в жизни Снова стартовать Что жизнь Идет не так Порою Словами Можно ли Все изречь Мой финиш Он не за горою Хочу Достойно Пересечь Ангелина Васильевна О чем Сегодня вы мечтаете? Да хочу Чтобы жизнь Была спокойной Счастливой Для всех Чтоб побольше Было справедливости Последнее Стихотворение Вот самое последнее Стихотворение Стихотворение Называется Мы Дети войны Что ты наделала Война? Зачем смела Лавиной горя В свои лихие времена Судьбу людей Как гневом моря? Что мы живем Десятки лет Не веря в то Что мы живые Что твой Коварный Жуткий след Оставил Раны болевые От самых Впекла Той войны Сопровождались Плачем мамы Не знали Что бедой полны Его не встретим Никогда мы Что в незасчитанном Строю Погибших Войнах Героев Отца В неведомом Строю Вдали От родины Зароют Да Мы свидетели Войны Мы рождены В тридцатых Смутных На гребне Гибельной волны Судьба Несла нас Поминутно И не воздали Времена Нам благ Похищенных Войною Застыли В прошлом Имена Отцов Нетронутых Виною Жвем И дышим В тишине Копейки Пенсии Считаем И благодушное Вполне Прощение К родине Питаем Спасибо Ангелина Васильевна За ваше творчество За ваши стихи Будем с нетерпением Ждать выхода В свет Третьего сборника Ваших стихов Вам спасибо За все Вы смотрели Специальное интервью Оставайтесь на нашем канале До свидания До свидания